Итак, у человека есть три глубокие эмоции, которые вызывают блоки. Когда человек с этой эмоцией живет, он убивает себя. Первая эмоция – это страх или бессилие, беспомощность, чувство стены, непреодолимое препятствие, пускаются руки, не смогу, не справлюсь, не получится. Страх, бессилие. Возникает блок, который мешает двигаться энергии вечности. У нас три энергии. Энергия вечности движения нарушается, у человека появляются в организме признаки этого. Сильное напряжение. Чувствует напряжение? Так сковывает напряжение. Шея не гнется. Ну-ка, она гни шею вниз. Не может. Скованность. По шее можно прийти. По руке. Помотай рукой. Скованность. Дальше спазмы возникают в кишечнике, в голове, в мигрени, это спазмы в голове, суставы болят, боли в теле, боль в печени, боли в почках, суставах, боли. Потом боль начинается. Давление повышается. Признак напряжения. От чего возникает? Страх, бессилие, беспомощность. Не смогу. Нет возможности внутри. Побеждается длительное непрерывное движение. Человек идет и у него все это проходит. Вот эта скованность энергии вечности включается и длительное движение что делает с человеком? Оно человеку дает возможность преодолеть. Преодоление. Сила преодоления увеличивается. Есть две силы, которые дают возможность преодолевать. Это свежий воздух. Первая сила. Человек хочет на свежий воздух, он чувствует, сейчас смогу, смогу, все, смогу. Человек вышел на свежий воздух, начинает думать. У него чувствует, что он может понять, преодолеть. Он идет. Идет, идет, идет. И преодолевает, побеждает. Свежий воздух плюс ходьба. И человек должен любить свежий воздух. Если вам врачи говорят, свежий воздух для тебя вредный, это значит, что вас сглазили. Вам разрушают продолжительность жизни. Тайное разрушение происходит. Сглазили вас. Садитесь, садитесь, женщины. Там ничего, я потерплю. Нормально. Садитесь, все потерпим. Садитесь, садитесь. Пока все нормально. Будет, значит, она нам подпевает. Ничего страшного. Итак. Не тут-то было. На себя, внимание, дети, левят, левят, левят. Всех. Если сейчас ребенка отпустить, он на сцену полезет. Встанет и будет всех показывать себя. Такое, дети так устроенные, все не сделают. Но мы вам запишем, организаторам подойдите, они вам дадут лекцию послушать. Специально вам вышлют. Хорошо? Потом-потом, сейчас уже нет. Сейчас лекция идет. Так, энергия ветра и энергия движения с очень хорошей радостью, с настроением, желанием впитывать в себя ветер. Люди боятся свежего воздуха, их напугали врачей. Дует что-то на тебя, значит, все, болезнь. Ты простыл. Боятся люди все, боятся ветра. Почему боятся? Потому что ветер, он напрягает. Это напряжение полезное. Оно разбивает блоки. Есть напряжение вредное, когда на тебя ругаются, ты напрягаешься. Это создают блоки. А есть напряжение, которое разрушает блоки. Это ледяная вода, такое напряжение дает ветер, дает солнце, такое напряжение. Солнце, когда светит, тоже все напрягаются, боятся. А это, наоборот, лечебное напряжение. Бояться не надо. И надо радоваться. В детстве люди знают, что ветер очень полезен. Они чувствуют это. Ну, с возрастом уже это атрофирует сознание. То есть, что получается? У человека волевой фактор просыпается. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто хочет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Ну, то есть, почему он смеется? Потому что у него есть воля на это, сила. Так действует ветер. Но если человек боится ветра, он получает болезни. Как это происходит? На ветру идешь, ветер подул, замерз. Это что такое? Ты дошел до блока. Блок пришел. Надо его лечить, дальше на ветру идти. А ты убегаешь, значит, энергия ветра на ветру осталась. Все, дальше будет болезнь. Так люди простывают. То есть, ветер может сделать простуду? Может. Почему? Потому что он в организм дает энергию. Эта энергия, если блок не пробивает, дальше она скапливается, начинается простуда. Воспаление, которое не лечится. Почему? Потому что не хватает энергии. А энергию должен дать ветер. Вот завтра мы будем бегать на свежем воздухе. В 7 утра. Побеждать энергию вечности. Увеличивать в своем организме ее. Я буду бежать, и вы тоже будете ползти, идти. Ну, на какой стадии вы отношения с телом находитесь, так и будете сражаться за судьбу. А что делать? Некоторые стоять будут смотреть. Тоже хорошо. Почему? Потому что вы будете впитывать наш энтузиазм. Энтузиазм – это вид знания. Многие люди не знают, что когда ты посмотрел на тех, кто работает над собой, то ты зарядился этой силой, и потом тоже так же будешь делать. Неважно, можешь ты сейчас ходить бегать или нет. Не надо стесняться своего тела. Когда первый раз побежал, 7 лет назад, я чувствовал себя мешком с кое-чем. Вот так прям вот этот мешок с кое-чем бежал. Это первая пробежка моя была. 500 метров я задохнулся. Все. 7 лет назад. Сейчас я бежу, как птица. Бегу, как птица, лечу, чувствую так себя. Вот. Ощущения поменялись. Я старею уже. 7 лет прошло. И я все лучше и лучше бегаю, чувствую себя все лучше. Говорит, из возраста мужик кости греметь начинает. Но у меня, наоборот, все пролечилось. Сейчас вообще ничего не болит. Пробежал, ничего не болит. Я поддерживаю свое здоровье. Бегать становится чуть-чуть тяжелее с годами. Но это всего лишь чуть-чуть. Это не то, что вы думаете. Вы думаете, я сейчас 17 километров пробегу, и у меня все геморрои повылазят со всех щелей. Так и есть. Потому что у вас организм энергетически слабый. Его надо постепенно приводить в порядок. Начинать омолаживать себя. Молодые старички. Я в Польше разобегу. Два молодых парня. Говорит, Олег Геннадьевич, можно мы с вами пробежим? Я говорю, вы слишком старые уже. Они говорят, ну как слишком старые? Ему 20, мне 22. Я говорю, ну не верите, побежали. Один остановился на 10 километрах, другой на 14. Длительное движение. Когда человек идет, он идет к своей долгой жизни. И в зависимости от того, сколько он идет, настолько долго будет жизнь. Если человек идет на 5 слоев психических, всего 5 слоев, это 4 часа ходьбы в среднем шагу. Ну примерно 4 часа. Там у нас есть таблица, где можно рассчитать по своей скорости, сколько вы чистите. То он продлевает свою жизнь примерно на 20 с лишним лет. Вот допустим, если ему 65 лет положено, то он проживет 86. Вот я по себе говорю, вот я допустим до пробежки 65, после пробежки 86. Потом потихоньку уменьшается, потом 5 пробежек, раз, продлевается. И я вот эти все промежуточные годы прощаю там судьбу тоже. Допустим, у меня на 74 идет опасность смерти, она уже практически отсутствует. Из-за этих длительных пробежек она по судьбе уже все, ее нет. Следующая эмоция отчаяния, эмоция страха, безысходности дает сокращение жизни по энергии вечности. Энергия вечности побеждается длительным движением. Следующая эмоция отчаяния, чувство несправедливости, обида, гнев. Это одна и та же эмоция. Чувство раздражения внутри неприятное. Ты не согласен, у тебя отчаяние. Как птица в клетке бьется, человек подчаяния. Не знает, что с этим делать. Эта эмоция поражает энергию знания. Эти три энергии, это энергии знаний, вечности и счастья, они постоянно циркулируют в нашем организме. И они очень нужны организму для жизни, всем органам, системам. Когда блок энергии знаний происходит, то у человека появляется жар сначала в теле, в психике жар появляется. В психике жар означает, пропадает терпение, человек не может терпеть вообще. Обидчивость, раздражительность, ранимость, невозможность терпеть ситуацию людей, общество, работу, город. Все, что хочешь, можно не терпеть. Вот. Возникает жар в психике. Человек чувствует раздражительность сильно постоянно. Так, жар в психике. Потом этот жар переходит в тело. Жар в теле означает, ночью сдираешь одеяло, жарко спать, поздно засыпаешь, вечером сладкое хочется сильно. Потому что жарко, мы не понимаем этого. Жар в теле превращается потом дальше в воспалительный процесс. Это воспаление желудка, печени, почек, поджелудочной. Если этот жар накапливается в органах, то процессы становятся очень опасными. Например, истощается функция щитовидной железы, человек гормоны надо пить. Или поджелудочная железа, сахарный диабет. Или истощается функция бронхов, астма бронхиальная. Это все от жары происходит. Аллергические заболевания истощаются функция кожи, постоянно кожа, аллергии. Это все от жары идет. Или непереносимости. Это в детском возрасте, может быть, тоже. Человек с отчаянием ушел из жизни, родился с отчаянием, значит. Начинает сыпать уже с детства. Энергия непереносима. Все очень ярнимый, раздражительный, не переносит чего-то. И энергию жара побеждает две силы. Одна сила – это вода. Вода. И вторая сила – это неподвижное положение тела. Допустим, дети не будут не двигаться. Потому что они не будут аскезы совершать. Тогда вода. Можно ребенка в воду помещать. И он будет избавляться от жара этого. Есть методы, как это убирать постепенно и сделать. То есть, есть слои психические. И каждый слой прочищается при определенном количестве пребывания в воде. Вот, допустим, если ты ей говоришь, Олег Геннадьевич, а я хожу, как вы сказали, но что-то у меня ничего не лечится. Но вопрос – сколько ты ходишь? Ну, каждый день хожу. Понимаете, идти надо длительно и непрерывно. Вот ты, допустим, пошел, встал на 15 минут. Все, чистка заново начинается. Ну, то есть, если ты хочешь дойти до третьего психического слоя, тебе надо 48 минут – один слой. Потом ты не останавливаешься еще 48 минут – второй слой. Потом не останавливаешься 48 минут – еще третий слой. До пятого слоя почти никто не доходит. Если болезнь на пятом слое, допустим, шизофрения, то ее никто уже не вылечит, потому что надо ходить 4 часа без остановки, чтобы дойти до пятого слоя. Понятно? Понятно, что у вас север, северный город. Это значит, что на природе зимой особо не побудешь. Но вы можете понять такую вещь, что вы в спортзале, допустим, прошли, сидите дома на беговой дорожке. И потом можете выйти на природу, буквально прогуляться до дома, и вся эта энергия природы в вас войдет сама. Потому что вы конденсатор зарядили, и он разряжается. Все входит в вас. Не обязательно ходить, бегать на природе, когда скользко, там гололед, к собаке, там лают, и вихри враждебные веют над нами, и минус 35. Ясно, что вы не сможете в такой погоде заряжаться, будет перегрузка. Можно в спортзале, их дома. Сейчас есть очень дешевые беговые дорожки. Можно там, я не знаю, ваши деньги, ну, за 25 тысяч рублей можно беговую дорожку себе купить, и на всю жизнь бегать, пожалуйста, бегай по ней дома. Балкончик открыл, и беги себе. Или на спортзал ходить там за апонементом. Хочешь жить? Живи. Можно ходить по беговой дорожке так же. У меня суставы больные. Хорошо есть? Элипсоид у меня, глаза не видят. Хорошо есть элипсоид. Что такое элипсоид? Это две палки такие стоят, и вот так ноги крутятся, вот так. Такой снаряд придумали специально. Он смягчает действие суставов. Суставы полностью не сгибаются и не разгибаются. Мягкое действие на суставы идет. Человек может слепой идти, потому что он держится руками, двигает ногами. Может слепой, может парализованно идти. Нога парализована, он руками крутит, все крутится вместе. Руками помогает. Одна нога сама по инерции движется, остальные все подтягивают. И это вылечит парализацию. Потому что, чтобы нервы прорастали, нужно до пятого психического слоя дойти, чтобы энергия дошла. И начинается прорастание нервов после этого. А если до пятого не доходит, то ничего не будет прорастать. Тут телу нужна энергия. И до пятого слова она должна дойти. Неподвижное положение тела. Стоит человек, не двигается. Энергия знания начинает действовать там. 13 минут один слой прочищается. 26, два слоя. 39 стоит, три слоя. 52 минут стоит, четыре слоя. 65 минут стоит, пять слоев. Если блок на пятом слое, то он поражает гормональные функции, бесплодие у женщины, допустим. Может быть, придется пять слоев стоять, чтобы зачать ребенка. Иначе ты не сможешь ничего сделать. Там жар, гормональные функции нарушены. Все, до свидания. Или ты очищаешь организм, или без деток остаешься. Потому что 90% женщин бесплодие означает просто нехватка энергии, психической энергии природы, нехватка в организме. Любая женщина может зачать. Она для этого родилась. У организма любой женщины может зачать. У любой женщины. Врачи говорят, у вас сбои регуляции. Нет никого сбои регуляции. Нет энергии. Вот, допустим, вы приходите в магазин за хлебом. Хлеба нет. Вы спрашиваете, а что, сбои регуляции, что ли? Нет, просто хлеб не завезли. Хлеба нет, нет возможности покупать. Так в организме нет энергии, нет работы гормонов. Все. Нет энергии. Не завезли. Кто не завез? Вы не завезли. Почему не завезли? Потому что нет знания. Вы не понимаете, что ее надо завозить из природы внутрь. Получается, просто стоите? Да. Да? Моя хорошая. Вы простоите 17 минут, и потом вас будет вот так колбасить, потому что у вас уже на втором слое блок статического напряжения жесткочевый просто, понимаете? И у вас это, блядь, на слизистые оболочки, постоянное воспаление. Понимаете? Простуды постоянные. Обиды. Это почему обиды? Потому что на втором слое блок статический. Просто стоять. На 17-й минуте начнет колбасить, а если вы непрерывно будете стоять 25 минут, вы можете потерять сознание даже. Потому что там очень сильный блок. А потом легче может встать, если вы терпите. Просто только слушать лекцию, сидеть. Попробуйте встать, постоять вот так, на подвижном. Увидите, как это просто. А если стоять в телевизоре? То блок будет увеличиваться. Причем потому что вас там в телевизоре, что вам там говорят? Все плохо. А надо желать всем счастья, молиться, когда стоять. Желать всем счастья, молиться. Когда будете лечить блок? Сколько дней всю жизнь по графику надо так делать все эти аскезы свершие? Нет, сейчас вопросов нельзя задавать. Потом будут вопросы. И третья энергия, это снижение настроения. Все плохо, все хреново. Олег Геннадьевич, надо говорить, аскезы совершать, иначе жизнь будет короткая, все хреново. То есть Олег Геннадьевич говорит, для чего это? Чтобы вы наоборот как бы развивались, пытались жить. Но если вы в отчаянии, как бы не в отчаянии, а в депрессии, ничего не получится, все плохо, настроение плохое, это блок энергии счастья, значит. Блокируется энергия счастья. Когда блокируется энергия счастья, то на психическом плане у человека снижается настроение, он с депрессией находится, негативные эмоции постоянно проявляет. На физическом плане начинают проявляться токсины, нарушение регуляции организма, токсины в организме появляются, лишний вес. Почему? Потому что нет счастья, значит наступает жор. Человек хочет есть сразу сильно много, потому что счастье в основном мы закладываем через еду себе внутрь. Поели – хорошо стало, не поели – плохо. Жор приводит к лишнему весу. Лишний вес – это недоваренная пища. Цикл пищеварения страдает, поэтому у человека остается лишний вес. Недоваренная пища. Первая стадия – лишний вес, вторая стадия – доброкачественные опухоли, третья стадия – злокачественные. Если лишний вес, ждите доброкачественных опухолей, кисты всякие, полипы, миомы. Дождались доброкачественного опухоли, ждите злокачественных опухолей. Все. Последовательность помирания такая. Лишний вес лечится постом на воде. Почему? Потому что настроение засасывается в организм через отсутствие еды. Потому что есть два способа получить настроение. Один способ – через пищу, а второй способ – через солнце. Солнце человеку дает настроение. Ра, дасть, ра – это солнце. Дасть, дарить. Настроение. У женщины настроение куда идет? Вот энергия настроения у женщины куда идет? От солнца куда идет? Красоту идет и в гормоны. Гормоны дают ей возможность и молочко, кормить детей, и зачинать, и рожать. Вот. И гормональный цикл нормально идет. Солнце так действует. А красота привлекает людей, дает возможность ей счастливо жить. Красавица, красная девица, красная, значит, солнечная. Красная девица. От солнца красная она становится. А солнце, оно на тонком плане тоже действует. Солнце действует через людей. Когда человек людям радуется, он даже, когда солнца не видно, он всасывает энергию солнца в себя. Понимаете? Мужчины через девушек, красных девушек всасывают, радуются девушкам, девушки, парням, или люди друг другу радуются. Понимаете? То есть можно солнце через людей всасывать в себя, энергию солнца. Через радость. Радость сама в себе всасывает энергию солнца. Жизнерадостный человек. Ну, видите, все женщины подрумянились. Жена обрадовалась. Все по-разному реагируют. Это энергия солнца. Но если человек живет в печали, значит тогда копятся токсины. Возникают блоки, которые заставляют жрать, поправляться. Доброкачественный опыт или злокачественный ящик. Все. Как побеждать? Заставить энергию солнца входить внутрь. Есть психическая энергия солнца. Тонкая, невидимая. Не обязательно, что вы будете на улице. Не обязательно, что будет в Сочи. Достаточно караганды. Но пост на воде. Когда человек постится, он начинает метаться сначала. Он хочет жрать, настроение портится. И потом в какой-то момент организм включается на солнечное питание. И человек чувствует, что ему на улицу хочется. Но он выходит на улицу, он постится, ему хорошо. Он чувствует деревья, ветки, солнце. Наполняется всем этим. Чувствует счастье. Солнечное питание. Когда включено, как чувствует себя девушка? Она радуется всему, что вокруг. Чувствует солнышко. Чувствует травки, цветочки. Солнечное питание. Когда включено, она вся это впитывает. Становится красивой, здоровой, счастливой. Вот и живите на светлой стороне. Чем учитесь? Учитесь жить правильно. Получайте энергию солнца, ветра и воды. Это божественные силы, дающие человеку долголетие и счастье. И теперь будем изучать, как это делать правильно. У человека есть пять психических слоев. Самый наружный психический слой отвечает за наш контакт с этим миром. Все психические слои делятся на две части. Есть часть, связанная с психикой, есть часть, связанная с телом. Первый психический слой. Как они? Вот так, как матрешки расположены. Один в другом. Матрешки. Один в другом. Самая глубокая матрешка тяжелее всего достать. Дойти до нее тяжелее всего. Самая наружная, все контакты с ней идут в этом мире. Первый слой, все взаимодействие с ним идет. Тебе тяжело, допустим, на погоду реагируешь. На климат, на давление, на ветер, на дождь, на солнце. Чувствуешь плохо на солнце. Или на ветру плохо, заболело. Ветер подул, заболело. Если реагируешь на погоду плохо, значит на первом слое блок. И здесь очень просто. Если на солнце плохо реагируешь, значит блок, связанный с настроением, с энергией счастья. Я его называю негативный тонус, этот блок. Сам блок называю негативный тонус. Человек живет в негативном тонусе. Вот. Второй. Если реагируешь плохо на ветер, заболел, значит блок, связанный с энергией вечности. Значит, это называется динамическое напряжение, которое снимается в длительном движении. Поэтому я называю динамическое напряжение. Если ты плохо реагируешь на солнце, на воду, если плохо реагируешь, значит у тебя статическое напряжение. Или блок, связанный с энергией знания. Обида, отчаяние. Значит, обиду снимает вода, ветер снимает безволие, солнце снимает депрессию, страх. Вернее, депрессию, плохое настроение. На первом слое физические проблемы, они связаны с реагированием на природу. А психические еще проблемы. Это значит, что я не хочу к людям идти. Поднимите руку, кому не хочется на людях быть. Тяжело к ним идти. Это на первом слое блок, на самом первом слое. Блок вот такой, связанный с энергией вечности. Достаточно 48 минут ходить в день и до свидания этот блок. А если вы чувствуете, что не хотите идти к людям, а просто вам тяжело с ними. Кому тяжело с людьми, раздражают они. Может быть, вы хотите к ним идти, но тяжело. Это значит уже статическое напряжение. Это значит, что чувствительность высокая у вас. Не безволие, а чувствительность высокая. А у кого настроение портится, а вот пришли к людям, сразу раз резко настроение испортится. Так, когда была нормально, с людьми сразу раз испортилось настроение. Это токсины уже на первом слое. Это означает, что надо просто 12 часов поститься, чтобы убрать эти токсины. Все это побеждает с аскезами. Некоторые люди думают, что это я, это мой характер. Вот я не могу к людям идти, это такая, я такая. Нет, не ты такая, это такой блок у тебя внутри. А ты уже себя с ним перепутала. И поэтому жизнь у тебя будет уже не очень хорошая. Потому что ты себя неправильно оцениваешь. Так, люди все путают себя с блоками. Некоторые говорят, я толстая, я чувствительная, я раздражительная, я обидчивая, я гневливая, я холодная. Нет, это ты не такая, это просто блоки у тебя внутри. Итак, первый слой связан только взаимодействием с этим миром. Никаких болезней он не дает, он дает просто человеку дезадаптацию. Кто-то дезадаптирован в социуме, не может на работу пойти, не может к людям пойти, не может замуж выйти, не может взаимодействовать, общаться. А кто-то не может выйти на улицу, потому что у него сразу нарушается здоровье. Все. Лечение простое. Если динамический блок, ты не можешь просто боишься на улицу уйти, значит тогда 48 минут ходьбы вылечивает это. Если у тебя статический блок, ты тебе раздражаешься от улицы, значит тогда 13 минут стоять неподвижно это вылечит. А если у тебя на улице настроение портится, все плохо, не люблю Караганду, все плохо, вот. Тогда пост 12 часов, до свидания, Караганда, здравствуй. Очень важно понять, что надо полюбить природу, вы ее боитесь все. И вам она не нужна. Вы говорите, а мне некогда на природу ходить или иначе? Жрать есть когда? Влюбились, если есть на свидание, когда время найдете, на природу некогда. Ну значит у вас атрофировано этот вариант питания просто. Вы не знаете, что вам это надо. Человеку кушать надо, он найдет время поесть. Также на природу надо находить время. И на оскизу надо находить время, иначе загнешься. Если бы я вам, как бы, всем говорил, каждому из вас сказал, вот если ты в течение двух лет не выходишь туда-то, туда-то, то через два года вылазит геморрой. И вы наблюдаете, так, год прошел, не вылез, полтора года прошел, два года, оп, вылез. То есть, точно, Олег Геннадьевич прав. Теперь как засунуть назад, надо было. То есть, вы можете поверить мне или через знание, или через практический опыт. Два варианта. А дача считается? Не считается, конечно. Дача, конечно, это однозначно, конечно, считается. Двигаемся дальше. Итак, пять слоев. Первый слой, вот такой простой. Просто мы не можем, дезадаптированный человек, нарушается первый слой. Второй слой, когда нарушается, там уже есть здоровье. Там есть психические функции и физические функции. Психические функции на втором слое, это эмоции. Второй слой, это эмоции. Олег Геннадьевич, я просто такая эмоциональная, я не могу руки не поднимать. Все, это второй слой. Что с ним происходит? Это энергия, статический блок, статический блок. Человек очень чувствительный, эмоции активно, он не может себя остановить. Статический блок на втором слое, значит, жар будет в теле. Где жар? В слизистых оболочках. Значит, воспаление горла, воспаление бронков, воспаление желудка, воспаление кишечника, воспаление половых органов. На глазах воспалительные процессы, в ушах, на коже. Это все второй слой, эмоции, плюс кожа, слизистые оболочки, второй слой. Лимфатические системы вся, второй слой. Глаза мне показывали там отек лимфатический, это второй слой. Отек лимфатический означает токсины на втором слое. Означает эмоции, депрессии находятся. Означает, что надо паститься 24 часа, чтобы прочистить второй слой. Первый слой очищается 12 часов, второй 24. Чтобы два слоя прочистить движением 48 умножить на 2, надо идти непрерывно. Пописать можно, остановиться. Ну, чуть-чуть подольше придется идти там, не 48 минут, а уже 50 минут, 2 умножить на 2. А если остановился на 10 минут, все, очистка закончилась. Заново надо начинать. Организм уже все, остановился. Очищение остановилось. То есть непрерывное движение. 48 умножить на 2, эмоции чистятся, слизистые чистятся, кожа чистится, лимфатическая система чистится. Ногти на втором слое чистятся, тоже чистятся. Ногти лечатся на втором слое. Если у тебя эмоции зажаты, Олег Геннадьевич посшутил, все смеются, а ты как бы... Я тоже хочу смеяться, но не могу. Что-то не хватает. Значит, у тебя на втором слое блок. Блок динамического напряжения, энергия вечности заблокирована. Значит, будут, на слизистые будут бледные, там будут микроспазмы. Кожа будет сухая, это блок на втором слое. Слизистые бледные, желудок бледный, ничего, всасываться не будет пища у тебя. Потому что блок эмоциональный на втором слое. Радоваться не могу, всасываться не могу. Не знаю, как жить. Вот. Нужно просто ходить 48 на 2. И все, и будет нормально. Пробивать этот блок. Если воспаление, если эмоциональное, очень много эмоций на втором слое, и все воспалено, значит, тогда неподвижное положение тела. 26 минут не двигаемся, и все нормально начинает работать. Значит, надо 26 минут не двигаться, чтобы нормально жить, чтобы мужа этого, сына не третировать эмоциями, чтобы спокойно. 26 минут отстояла, блок пробила, и живи на светлой стороне. А если у тебя на депрессии идет эмоциональная, негативные эмоции. Вот, все плохо, если у тебя все плохо. Вот. Негативные эмоции. Тогда 24 часа поста. Два слоя поста будешь прочищать. Значит, никак. Если у тебя негативные эмоции, значит, сначала будут токсины на втором слое, на слизь, потом полипы, потом доброкачественные опухоли, полипы, потом злокачественные опухоли уже. Тебе это надо? Нет. 24 часа поста. А если у тебя депрессии, мысли депрессивные. Значит, надо вот посты делать, иначе ты этими мыслями депрессии, ну, бьешь себя. Уничтожишь свою жизнь. Третий слой. Еще глубже. Там находятся мысли человека. Работаем, думаем, логика, мысли, память о чем-то тяжелом. Мысли. Третий слой. Связан с сосудами, суставами, мышцами, подкожным жиром. На третьем слое находятся трубы маточные. Матка находится на... Раз, два, три. На третьем слое тоже. А придатки уже на четвертом. А гормоны уже на пятом. Всегормональный расстройство – пятый слой. Воспаление придаток – четвертый слой. Трубы страдают матка – третий слой. Если у вас мысли зажатые... Зажатые мысли, что значит? Мысль одна и та же крутится в голове. Не может человек оторваться от нее. Что это делает? Это сосуды напрягают. Повышается давление в сосудах. Спазмы в сосудах. Мигрени. Это динамический блок. Мысль застывает. Она не может дальше двигаться. Мышцы напрягаются. В суставах – боль. В мышцах – спазмы. Мышцы напряжены вдоль позвоночника. Радикулит. Это все третий слой. Почему? Потому что человек думает. Он думает. Блин, надо сдавать. Надо сдавать отчет. Скоро, быстрее думать. Думать отчет. Ничего не соображаю. Отчет. Все. Давать отчет. Чего я как сдавать не знаю. Все неправильно. Вот. И все напрягается. Мысли напрягаются. Он старается. У него давление повышается. В сосудах спазмы. Головные боли. Мигрени. Мышцы напряжены. Суставы напряжены. Все. Как отчет надо сдавать? Радостно. Чувствуешь, что блок какой-то. Не можешь понять, как сдавать. Иди длительное движение. Пробивай блок. Набирайся энергии. Для того, чтобы думать. Тебе думать не хватает энергии. Иди на улицу. А не сиди и пыхти. Дальше. Мысли обиженные. Как он думал. Как он думал. Значит, в сосудах будет воспаление. В мышцах будет воспаление. В суставах будет воспаление. А если мысли депрессивны. Все плохо. Все. Ничего хорошего в жизни. Так, иначе у тебя нормальная жизнь. У нас, кажется, где плохая. Вот. Тогда, значит, в сосудах будет холестерин копиться. Сначала токсины. Потом холестерин. В суставах будут хрящи нарастать. Мышцы будут деревенеть. Все. Вот такой результат. Четвертый слой. Связан с настроением. Настроем. Хочу на работу? Не хочу на работу. Хочу или не хочу? Не хочу. Хочу. Если настроение меняется постоянно, значит, это статическое напряжение. Энергия знания страдает. А если настроение тугое такое, все время настроение, какое-то такое настроение, ничего делать не хочу, заставить себя тяжело, встать с постели тяжело, не могу раскачаться, настроение хреновое. И, значит, на четвертом слой блок динамическое напряжение. А если настроение депрессия, депрессия настроение, мысли хорошие, но жизнь не хреновая. Четвертый слой связан уже с внутренними органами, глубоким жиром в теле, связан с позвоночником. С большими суставами, плечевые суставы, тазобедренные, со всеми костями связан четвертый слой, с костью, черепой, черепной коробкой. Соединительные ткани головы, эти все оболочки мозга, это все четвертый слой. Сосуды третий мы уже знаем. Придатки четвертый слой. Мысли, мысли. Все внутренние органы, поджелудочная железа, печень, легкие, почки, сердце. Мысли, когда суетливые, это динамический блок. Или напряженные, или суетливые, это динамический блок. Когда мысли у человека или напряженные, или суетливые. Когда у человека суетливые мысли, он не может остановиться, он очень постоянно суетится. или не может совладать собой. Иногда человек считает, что это нормально, он соглашается с этим, считает, что это классно, когда мысли не могут остановиться. Динамический блок вот этот, или все застопорилось, или наоборот все летит, суета. Или человек застопорился, начинает суетиться. Это одно и то же. Или пробиваешь и бежишь, или тормозишь. Мысли не можешь остановить, значит, тогда все, геморрой вылезет, вены вылезут, башка будет болеть, суставы будут болеть, мышцы будут болеть. А так нет нужды пришпоривать. А четвертый слой настроение. Настроение четвертый слой. Что это такое настроение? Негативное настроение вызывает токсины во внутренних органах. Дальше доброкачественные опухоли, злокачественные, печень и почек, щитовидки, кисты, грудей. Это все четвертый слой. Холестерин в печени, это жировой гепатоз печени, в почках кисты, в легких опухоль, щитовидки, узлы, в грудях кисты, бесплодие, кисты в придатках. Вот откуда взялась печаль. Пост двое суток на воде. Четвертый слой. 48 часов поста, чтобы победить печаль. Настроение. Блок настроения. Уже долго побеждать тяжело. Если у тебя настроение ленивое, фиговое, ты не можешь себя заставить, тогда значит длительное движение 48 минут, он может на 4 уже надо ходить. Это долго. Это 3 с лишним часа непрерывного движения, чтобы добраться до четвертого слоя. Уже непросто. Это глубокий жир, не просто подкожный. Четвертый слой. Кости. Кости больные. Вот, видите, уже вопросы пошли. Это хорошо. Слушайте, все расскажу. Все, спокойствие, только спокойствие. Вы уже чувствуете, потряхивает вас. Игнаадьевич. Все, спокойно. Дышим глубже. Лекция серьезная. Вот. Неподвижное положение тела. 13 минут умножить на 4. 52 минуты. Стоим. Блок на четвертом слое, сразу жар, будет трясти, колбасе, можно упасть без сознания. Блок, значит, там. Надо постепенно пробивать. Убирать это все. Будет легче, значит, пойдет болезнь печени, болезнь почек. Вот лечение вам, пожалуйста. Это не таблеточку выпил и забыл, типа, что у тебя болит. Оно все равно будет болеть, потому что блок-то есть, энергия не поступает, печень слабая. Почему гастрит у вас? Потому что я поел жареного. Нет. Жареное, это просто потому что желудок ослаблен. Он не может уже справиться с жареным. А гастрит, потому что на втором слое у тебя статическое динамическое напряжение, два блока, которые блокируют движение энергии. И у тебя желудок ослаблен, он не может нормально работать, поэтому чуть жареного поел, и он загибается. Вылечил желудок и кушай нормально, не бойся. Врачи говорят, это не есть, это не есть, это не делать, это не делать. Это как медицина называется. Бабушка пришла к врачу, спина болит. Ну, нагнись чуть-чуть, нагнусь, болит? Болит. Еще нагнись побольше, болит? Нет. Вот так и ходи, бабушка. Жареное не ешь, ходи согнутой. Вот. Дыши в трубочку. Иси через раз. А если бабушка у тебя, как бы, 80 лет, вообще не мочишься, значит, кончилась моча. Все, иди, кончилась моча, все. 80 лет уже, пора и честь дать. Это неправильное мышление, понимаете? Это не лечение. Лечение означает дать человеку возможность жить. Я вам сейчас даю лечение. Но вы можете, кто-то будет пользоваться, кто-то нет. Это ваш выбор уже. Чего вы хотите в жизни? Хотите пожить ярко и коротко? Пожалуйста. Нет проблем. Тоже можешь ярко и коротко. Я, допустим, еду в Краснодаре. Смотри, у меня джигит пронесся. Приезжаю километров пять, смотрю, джигит уже лежит. На земле. Машина в дребезге. И в тонком теле, в психическом теле, джигит уже вышел из грубого тела. Уже все. И смотрит такой. Опа! Удивился сильно. Чего произошло? Как хотел, так и пожил. Нефиг было гнать. Тело гоните, не лечите, не восстанавливайте. Результат будет какой-то джигита. Как хотите, так и живете. Никто вас не заставит по-другому. Итак, четвертый слой ясно? Три вида проблем. Первый вид спазмы. Динамическое напряжение, лень. Спазмы в печени, в почках. Напряжение. В костях напряжение, боль. Крупные суставы, боль. Позвоночник, боль. Это энергия вечности, лень. Не может себя заставить, настроение такое. Значит, будет все болеть. Если у тебя чувствительность высокая, все воспалится. Печень будет воспаляться. Настроение меняется все. Не могу, не знаю, что мне делать. Значит, ты не будешь лечить настроение. Неподвижное положение тела убирает чувствительность. 52 минуты надо стоять. Если у тебя спазмы, иди 3 с лишним часа непрерывно. Не каждый день, там график есть. А если у тебя токсины уже в печени пошли, то ты должен двое суток уже поститься. Ничего не сделаешь. Пятый слой связан с ощущением глубокого удовлетворения в жизни. Связан с адекватностью восприятия мира. Связан с волевыми функциями человека. Связан с счастьем, жизнерадостностью. Пятый слой, самый глубокий, это глубокая часть жизни и психики человека. О, как хорошо, все плохо. Ну, то есть, это не просто настроение. Это глубокое восприятие мира. Это цель жизни, смысл жизни. Не знаю, зачем жить, это уже пятый слой. Ничего не соображаю, это уже пятый слой. Это не мысли. Это глубинные функции человека. Это когда разочарование в жизни происходит, пятый слой. Он связан с гормональными функциями нервной системы. Вся нервная система – это пятый слой. Гормональные функции – пятый слой. Органы слуха, органы зрения. Вот клетки нервные, слуха, зрение, нервы, которые соединяют глаз – это пятый слой. Гормоны, половые гормоны, бесплодие – это пятый слой. Психические заболевания, шизофрения, эпилепсия, аутизм, ДЦП – это пятый слой. Самый глубокий. Четыре часа ходьбы, чтобы вы дали до пятого слова. Через три часа пятнадцать минут начинается только пятый слой чистка. Три часа пятнадцать минут идешь непрерывно, только начинается чистка пятого слоя. И продлится сорок восемь минут. Три часа двенадцать минут начинается чистка. Сорок восемь минут очистил пятый слой. Но надо чистить по графику, чтобы полностью очистить. В шизофрении лечится полгода, такой практик. Но зато ты вылечиваешь неизлечимые заболевания, эпилепсия, шизофрения. Как болезни эти вообще распределены? Когда бывают хронические болезни? Когда статическое и динамическое напряжение вместе? Когда ты раздражительный и еще у тебя волевые функции нарушены? Страх и обида вместе, две эмоции. Дают тяжелые хронические заболевания, психические заболевания, шизофрения. Это на пятом слое статическое и динамическое напряжение рядом стоят вместе. Потому что пятый слой имеет протяженность свою. Там еще семь делений. Если на двух делениях рядом стоят статическое и динамическое напряжение в психической зоне, то тогда шизофрения, аутизм. Если в физической зоне блоки стоят, статическое и динамическое, значит будет сключивать тебя ДЦП. Тело будет крючить, значит. Нервная система будет перевозбуждена и у тебя будет вот так сключивать. Поэтому у человека паркинсонизм, это что? Это статическое и динамическое напряжение на пятом слое. Рассеянный склероз, статическое и динамическое напряжение на пятом слое. Нервы перевозбуждаются, отмирают. Блоки просто и все. Эпилепсия, это уже токсины плюс динамическое напряжение на пятом слое. В зоне тела накапливается энергия, истотоксинов копится и потом пробивает приступ. Это значит 2,5 суток поста надо, плюс длительное движение на 4 часа, чтобы пилепсию вылечить. Значит никак не вылечишь. Аутизм, пятый слой. Дети маленькие, дети не будут же 4 часа ходить. Значит нужно что-то другое, будем разкоизучать, как это делать. Как детей лечить с такой проблемой. Дальше, когда токсины вместе с динамическим напряжением, запомните это, токсины вместе с динамическим, у вас на третьем слое, допустим, настроение страдает, и токсины еще там. Тогда в этом случае уже опасность злокачественных опухолей. Когда соединяются токсины с динамическим напряжением, это дает все виды опухоли, кисты, полипы, все это от этого происходит. Если у вас полип в желудке, значит на втором слое одновременно токсины и динамическое напряжение. Где бы ни был киста, полип, надо посмотреть где. Если на слизистых, второй слой поражен. В сосудах, или мышцах, или суставах, третий слой поражен. Если в внутренних органах, четвертый слой поражен. Если в нервной системе, пятый слой поражен. Ну, соответственно, значит надо пост на столько, ну как, 12 часов один слой. На слизистых полип или в матке, в слизистой там, допустим, шейка матки поражена, там, допустим, эрозия шейки матки. 24 часа пост на два слоя ходьба, до свидания, эрозия шейки матки. На третьем слое, допустим, в сосудах холестерин, 36 часов пост на три слоя движения, до свидания, эрозия шейки матки. Если у тебя, как бы, суставы больные, ну, колени, допустим, это третий слой. Если там просто они болят, воспаляются, значит, чаще всего статическое и динамическое напряжение вместе соединено на третьем слое. Значит, неподвижное положение тела, 40 минут, 39 минут, и на три слоя ходьба, 48, множество на три, до свидания, суставы больные. Понятно? Все болезни лечатся этими аскезами, все, что хочешь, и не только болезни, потому что и личная жизнь, и работа тоже связаны с этими слоями. На третьем слое, допустим, блок статического напряжения, женщина чувствует чувствительность сильной в мыслях к мужчинам. Она начала общаться с мужчиной, устает от разговора с ним, устает, тяжело быть рядом, не может выйти в замок, думает, не мой человек, причем-то мой, не мой, у тебя блок на третьем слое, у тебя все будут не твои. Значит не выйдешь, одна останешься. Или динамический блок на третьем слое. Нет сил идти знакомиться. Понравился человек, сразу раз, ступор. Не может идти знакомиться, ступор. Значит блок на третьем слое. Даже улыбаться не может ему, все. Значит не выйди замуж. А если токсин на третьем слой понравился, то человек сразу плохо думает, что у него плохое настроение. Друг меня бросит, друг не любит. Все, до свидос. Одна останешься. Видите, как все серьезно. С боками с этими надо что-то делать. Если с геморроем как-то можно жить, то одна совсем плохо. Уже не согласна. Придется. До этого Олег Геннадьевич меня не убедил, что ходить надо. Теперь я поняла, что надо. Одни девушка в Питере со мной побежала, плачет, тяжело дышит, бежит со мной вместе. Я говорю, ты что так, иди пешком спокойно. Что ты? Говорит, я, вы сказали, на четвертом слой динамический блок, и он очень тяжелый. Я буду бежать, Олег Геннадьевич. Не останавливайте меня. Бежит со мной. Рядом прям бежит. Плачет. Бежит. Бежала 12 километров. На четыре слоя пробежала. Я говорю, все пробило, теперь можно идти. Пошла счастливо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Говорит, теперь выйду. Я говорю, ну если так будешь дальше, конечно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всю жизнь. Всю жизнь.